приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа вы на канале раиса греченко дача сад огород цветы тему сегодняшнего видео нам подсказали вы наши подписчики зрители участники групп в социальных сетях мы будем отвечать на ваши вопросы по выращиванию сельскохозяйственных культур в 2022 году которые вот 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 уже скоро начнется вопросов много но все мы их разберем обязательно и найдем ответы на них прежде чем начнем рассматривать важную тему просим вас подпишитесь на наш канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео лайкайте комментируйте и опять же задавайте свои вопросы не стесняйтесь делитесь нашими видео с теми кого вы любите кого уважаете чтобы у них все получалось хорошо а теперь приступим к освещению темы производства сельхозпродукции в 2022 году сначала напомню вам о том что 2022 год будет с большим количеством осадков зима переместится на март а весна будет длинной холодной она переместится на май месяц ну а лето начнется очень резко в середине мая но затем еще будут осадки в июне об этом свидетельствует вот этот график работы планет которые обещают короткое но очень жаркое лето более полный прогноз погоды у нас есть в видео прогноз погоды на 2022 год и у других нескольких видео сноску на эти видео вы найдете под этим снова же видео 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 простите за повтор зима порадует необычным непривычным для всех нас обилием осадка естественно осадки не везде будут одинаковыми но их доставят нептун владыка всех вод земли в знаке рыбы рыбы это вода и юпитер в знаке рыбы нептун будет находиться в знаке рыбы весь год только с 28 июня и по 8 октября нептун будет ретроградным а по опыту двух прошлых лет именно этот период мало бывает осадков но и те что бывают это могут быть и ливни или град и очень как в короткий период и именно в это время нептун не сможет в полной мере себя показать и свои воды выдать равномерно по всей территории земли да кстати и не по всем регионам будет очень много воды но все зависит от того какой регион в дальнейшем будет где находиться поменялись магнитные решетки земли сместился магнитный полюс и естественно будет смещаться погода в разных регионах но это отдельная тема кстати еще и юпитер 2022 году также будет в знаке рыбы но дважды с 1 января и до 11 мая и затем уже осенью получается что воды будет в избытке до 28 июня 2022 года и вот 2022 год будет чем-то похож на уходящий 2021 год но чуть более контрастнее юпитер особо позаботится об осадках с начала года и до середины мая зная особенности погодных аномалий мы можем определить основные задачи в разных отраслях сельского хозяйства вопросы от подписчиков нашего канала от фермеров которые выращивают зерновые культуры вот эти вопросы звучат так выживут ли озимые зерновые зимой 2021-2022 годов будут ли какие-то особенности возделывания колоссовых и других культур в разных регионах областях будут погодные аномалии связанные с ледяными дождями обледенением если они создадут толстую ледяную корку на долгий период то зима будет сложно выжить нечем будет дышать поэтому нужно будет следить за этой погодной аномалии но каждый знает что нужно делать чтобы с коркой разобраться при изобилии снега морозный период не будут такими страшными для озимых культур сложности для этих культур подстерегают именно весной уже влажность и прохлада холодная почва создадут комфортные условия для развития различных грибковых заболеваний поэтому позаботьтесь уже сейчас о препаратах которые нужно будет использовать для защиты растений от болезней ну а летом нужно будет использовать различные препараты от вредителей их тоже очень много будет а теперь о сроках посева яровых зерновых и бобовых культур в былые времена у нас на юге украины юг одесской области горох сеяли в феврале яровые зерновые в марте месяце при большом количестве осадков понимаете что будет очень сложно вовремя посеять семена с помощью сельхозтехники поэтому раскачиваться с подготовкой техники и тянуть ее до февраля до марта месяца нельзя сейчас нужно все подготовить основательно в декабре в центральных северных регионах посевы семян будут проводиться позже чем на юге но и в эти сроки будут осадки и прохладная почва поэтому семена сельхозкультур нужно выбирать ранних сортов абсолютно всех сельхозкультур не надейтесь на сорта средние особенно позднее почему лето начнется резко и будет очень жарким и кстати по кукурузе и по подсолнечнику сразу же отвечу позаботьтесь предварительно о поливе не ждите что будут лить дожди все лето лето не будет особо радовать осадками будут местами грозы град но они погоды с увлажнением почвы не сделают даже имея основательный запас влаги в почве с весны эта влага быстро улетучится ведь сатурн будет водолее как и в 2021 году это будут снова же сильные ветра и знойное солнце которые будут высушивать очень быстро почву а теперь ответ фермерам которые снова собираются выращивать бахчевые овощные культуры в открытом грунте и в теплицах погодные условия будут только усложняться от этого не спрятаться и не скрыться но и погода даже не так страшна как то будет ли кому покупать у вас витаминную продукцию осознайте и осмыслите то что я вам сейчас скажу еще раз повторяю эту мысль осознайте и осмыслите то что я вам скажу большая масса населения которая покупала раньше овощи и ту же бахчу ушла уже и будет уходить из нашей реальности таков план таков сценарий игры а молодежь не будет заниматься заготовками как это делало то поколение которое уходит из плана земли для кого вы собираетесь снова производить свои помидоры огурцы бахчевые другие овощные культуры на рынке останутся только крупные торговые сети я имею ввиду не базары а вот вообще торговые рынки торговая сеть крупная останется на плаву ведь они работают с постоянными поставщиками овощей которые возделывают эти культуры круглый год и могут их сохранить в современных хранилищах ваша продукция не найдет покупателя и будет снова же выбрасываться в лесопосадки как это было в 2021 году а некоторые даже продукты будут оставаться в поле и запахиваться надо ли вам это вы можете мне так заметить что в городах будут покупатели которые будут ходить на рынок будут но их будет все меньше и меньше многие горожане уже переехали и будут продолжать переезд в сельскую местность и трудиться на земле выращивать для своих нужд нужную овощную и садовую продукцию и тем более что сейчас именно удаленка организована и можно быть и в деревне и иметь хорошую связь и работать на удаленке где-то с кем-то кооперируясь или в каком-то предприятии сейчас это будет очень активно развиваться и вот эта тенденция будет продолжаться ничего не вернется назад и эта тенденция будет продолжаться не только в 2022 году но и последующие годы как же быть спросите вы объединяться на равноправных началах изучайте анализируйте потребность вашей продукции и не тратьте финансы на то что будет выброшено банкротство малого бизнеса в любой области жизни это уже явно и массово будет просматриваться в 2022 году не надейтесь что все вернется на круги своя на старые круги не будет уже этого никогда для фермеров я уже озвучила ответы на их вопросы ну а теперь перейдем к тем труженикам земли которые будут трудиться на своих огородах в садах на цветниках на своих грядках те кто с нами уже один два три года уже знают что нужно полностью выдерживать технологию возделывания сельхозкультуры и в этом деле абсолютно нет никаких мелочей ни одной мелочи нет важны качественные высокоурожайные сорта овощей причем качественные ранние или средне ранние сорта позволят получить хороший урожай даже в короткое жаркое лето не устаю последние три года говорить о том что нужно строить теплицы они могут быть абсолютно разные кто-то строят отдельно в огороде кто-то с южной стороны дома прямо у самого дома и одна из стенок южного южная стенка дома является основанием и стенкой теплицы кстати очень удобная вещь и экономит тепло и материалы неважно где вы ее будете устанавливать важно ее очень и очень хорошо закрепить к земле каким-то другим материалам с помощью фундамента из разного материала напомню что ветер не будет прекращаться сатурн водолеи ветра будет очень много и этот ветер будет уносить все что плохо закреплено мы восхищаемся некоторыми жителями северных регионов и в средней полосе тоже есть такие которые уже выращивают овощи в теплицах по разным способам не это важно но они уже начали объединяться в семьях родители дети и внуки совместно складывается чтобы у родителей у бабушек у дедушек в деревне в любой сельской местности где вот есть родственники или остались какие-то домики в сельской местности здесь они находят этот домик обустраивают и строят теплицу вот это и есть настоящая кооперация которая поможет всей семье обеспечить себя питанием здесь сложились вместе построили те кто мудрые знают и трудятся будут все вместе трудиться какие-то особые дела но самое главное что можно с помощью теплиц начинать свое питание очень рано и допоздна до момента когда уже становится холодно начиная с салатов с лука капуст и заканчивая очень поздным сбором хороших вот томатов которые вот мы тоже выращиваем да и огурцы тоже в теплице очень долго плодоносят в самой технологии мелочей нет мы готовим по каждой культуре отдельное видео вот сегодня очень большое видео и будет сложно посмотреть по всем культурам вот это все разложить мы будем делать отдельно потому что у нас очень много новичков и много вопросов именно от них ко всему на нашем канале есть плейлисты по различным культурам где собран опыт нескольких лет особо советуем вам обратить внимание на видео снятые два последних года эти эти как раз видео посвящены изменениям погоды климата и перестройки добавление или изменение технологии выращивания овощей но вот даже хорошие семена прекрасные семена качественные подготовленную почву вовремя удобренные и защищенные от вредителей болезней не дают ожидаемый результат и это бывает у тех кто не соблюдает очень важный момент вот это тоже на что нужно обратить внимание у нас есть десятки писем сообщения от наших зрителей которые свидетельствуют о том что посаженный допустим картофель в дне льва или водолея не позволили им получить ожидаемый результат вырос как они пишут мелкий картофель как горох иногда чуть как чуть больше как орехи это самый крупный картофель а столько вложено финансов труда и казалось бы да что тут такое вот есть настроение посадили во льве какое имеет значение а имеет очень важное важное значение поэтому так важно использовать благоприятные периоды для посева для посадок для полива для других агро приемов об этом мы позаботимся готовя агрогороскопы на каждый месяц ну и мы еще и вот благодаря вам вашим заявкам и просьбам еще выдаем агрогороскопы на короткий период когда луна находится в определенном знаке это более подробный более такой тщательный разбор всех дел от нас агрогороскопы от вас потребуется подготовка к весне и к лету 2022 года приготовьте семена емкости для выращивания рассады почвогронт средства защиты от вредителей болезней кстати напомню что в жаркое лето химические средства не работают их формулы распадаются на палящем солнце в течение нескольких минут или чуть дольше так что готовим биопрепараты ищем народные средства и учимся этому кстати вот нас зима этому этому как раз будет учить все делаем сами для себя ни на кого не надеемся под лежачий камень вода не течет или же еще одно из речения которое становится особо популярным спасение утопающего дело рук самого утопающего земля будет бережно относиться к тем кто будет с любовью и уважением относиться к ней как к матушке кормилице а уважение должно быть не только одним уважением оно должно быть с позитивом в сердце искреннее уважение любовь уважение должно быть в словах и в действиях не химичим больше землю и почвенные воды любыми химикатами в таком случае сама земля а также божественные помощники каждого человека проведут по самому благоприятному пути если вы не будете отравлять экологию природу то место где вы живете и трудитесь впереди зима а это время учебы планов аналитики аналитики для тех уже кто записывал с нами работал год-два и может проанализировать когда и что делал запаситесь сейчас ручками тетрадками чтобы вести свои записи чтобы в горячее в горячее то время когда у вас уже будет весна посев или летом не воспользоваться каким-либо устаревшим способом и не погубить урожай сейчас по каждой культуре составим свой индивидуальный план и используем прекрасный 2022 год в полной мере для получения добротного экологически чистого урожая и следующие зиму и весну уже 2023 года легко прожить и двигаться далее с обновленной красавицей нашей с матушкой землей только в симбиозе с нашей планетой у нас все будет получаться хорошо я верю мы верим вас верим ваши творческие потенциалы и возможности с этой верой и приступаем к подготовке видео по культурам и агрогороскопам уже на январь 2022 года и мы их выдадим уже до конца декабря делая вам вот такой новогодний подарок у нас прекрасное новогоднее настроение и мы готовы над этим трудиться теплой и уютной вам зимовки удачной учебы и удачных посевов и добротного вырожаю 2022 году верю он у вас будет таким и до новых встреч на нашем канале пока пока